друзья привет очередное видео из цикла рождения очуевской вот готова коптильня уже горит огонь видите сейчас непосредственно будет укладываться рыбка засыпана вниз щепа сегодня это щепа яблони по просьбе нашего гостя и вот сейчас мы будем начинать коптить клади своли пожалуйста вот мы кладем палочки и сверху на палочке кладется уже рыба как видите рыбы не перевязанная а именно распоротым брюшком кладется вниз где будет самый жар тем самым она будет прокапчиваться и пропекаться полностью знаете не не каким-то искусственным дымом который оттуда непонятно взялся сбоку и температуры где тены нагревают здесь непосредственно все природное вот так вот рождается наша очуевская по старым традициям сейчас вот рыбку укладывается палочки для того чтобы она не прилипала к металлу не будут поправлены на самом деле они становятся вот такими розовыми уже на второй на третий раз после этого конечно не заменяются они очень хорошо разжигают костер потому что в них уже хоть количество жира скопилось и так далее вот видите таким образом рыбка укладывается это у нас нижний ярус еще будет верхний вторая решетка положено на нее укладываются всяческие палочки идет второй слой рыбы маленькая хитрость если рыба не четное количество лучше класть в промежутках над нижним слоем верхнюю если рыба четного количества и придется так что рыба ложится над рыбой ничего страшного ничего не заливает надо класть вальтом вот такая маленькая фишка спросите почему вальтом класть обязательно ли ну этому есть тоже объяснение потому что рыба на самом деле холодная температура рыбы сейчас где-то около 8 градусов а вы понимаете что должна нагреться и соответственно там где хвостовая часть она более тонкая и она быстрее пропекается нагревается где голова там ей нужно время поэтому лучше совмещать именно чтобы в пространстве была одинаковая температура картине но это это вот из моего опыта то что к чему я пришел на практике стоит на самом деле работает вот сейчас рыбка уложена и мы закрываем коптильню начинает уже появляться небольшой дымок закрываем крышку оставляя небольшую щель обязательно ставим термометр для чего мы оставляем щель господа вот то что может быть многие из вас видели самодельные коптильные камеры в которой закрываются крышка настолько герметично что даже водяной клапан делается специально это в общем то неправильное копчение потому что конденсат который выходит из рыбы от стен камеры от щипы которая даже имеет свою влажность это влага она должна уходить иначе она будет скапливаться на крышке сверху и капать потом на рыбу представляете такая вот черная капля упала на вашу рыбу и рыба стала черная вкусная она будет не знаю поэтому мы практикуем тот тот процесс копчения который в общем то пришел от дедов вначале рыба должна подсохнуть из нее должна уйти вот лишняя такая открытая влага которая есть рыбка подсыхает для этого оставляется щель конечно когда начинается активно дымовыделение внутри камеры то мы камеру закрываем потому что уже поверхностная влага улетучилась и рыба начинает именно пропекаться напекаться но периодически камера все равно открывается выпуская лишний дым вот такие наши секреты более длинном варианте это первое видео которое я в общем-то снял для нашего канала ютюбе и более подробно рассказал о начале самого копчения практически сдал все фишки вот господа смотрите вот таким образом начинается процесс вот тут такой приятный каминный огонек сегодня прохладно и знаете телефон поднеска к огню и рука начинает нагреваться дымов начинают уже активно выделяться вот смотрите дым уже начинает идти из камеры это дым это пар большей частью пока что это пар но скоро он станет более насыщенным это уже пойдет дым и тогда камера будет закрыта временно закрыта тут полностью процесс копчения я не смогу конечно заснять он длится около час двадцать примерно час пятнадцать и поэтому такой возможности у меня пока нет ну во всяком случае какие-то очень важные этапы я буду стараться отображать своих видео вот в формате рождения чуевской с распахом вот начало копчения я вам показал пожалуйста берите на вооружение пробуйте звоните мы проконсультируем поможем вот мы выходим сейчас из коптильни видите все натурально все естественно знаете до добрая рыба должна рождаться на добром огне а добрый огонь это огонь от дров подчеркну не от досок от дров ну у нас знаете здесь много леса за которым мы ухаживаем делаем санитарную вырубку леса то есть лишние ветки высохшие больные мы их просто так не сжигаем они у нас идут все на дрова вот такой процесс мы выходим из коптильни наш малинник здесь у нас малина ежевика закрыта видите пакетами от корма которые мы кормили наших осетрят деревца наши абрикосы груши яблони черешни видео новогоднем до сих пор наряде рука не поднимает снять их здесь у нас идет производство новых садков так называемый садковая верфь и за ней вы видите бузан сегодня он опять стал белым выпал снежок морозец это конечно гораздо приятнее чем грязь но прохладно вот руки мерзнут он там нас стоят наши садки скоро их будет гораздо больше в этом году у нас достаточно такие вот серьезные планы на увеличение не буду декларировать их в эфир но мы хотим вырасти в общем что мы и делаем и сейчас уже вот смотрите дальше вот такой вот бузан наш домик наша терраса палуба она сделана из лиственницы 120 летний перед ней выложен подиум из царского кирпича такого же возраста мы специально приобретали на разборах рыбкомбината 1906 года постройки вот такая вот лиственница там было в качестве пола служила сейчас на ней очень здорово отдыхать с друзьями этими столами комфортно усаживается 30 человек очень комфортно тут непосредственно вот происходит все веселье под тенью огромного тутового дерева наш этот тут ник мощный он как раз закрывает всю нашу площадку а вы знаете площадка у нас по моему 12 на 5 метров пусть очень комфортно вот сейчас я вам показываю уже начал ладно за продолжу здесь вот у нас место для ухи для того чтобы сделать шашлычок также из царского кирпича также мы сделали здесь место где висит рукомойник водичка капает вот у нас склад коптильня все рядом вкусные запахи идут прям сюда это вот маруськины апартаменты я живет наша маруся царица охраны но сейчас ее апартамент используется под склад для пенополистирола который будет буями для садков новых ну и вот в этом году мы только осенью сделали все вот эти тротуар чеки и запланировали такое большое количество клумб вон там только раз-два будет здесь у нас будет большая клумба лодка здесь также идут клумбы но здесь уже посажены розы ну и также спереди две большие клумбы и сзади тоже нас будут две клумбы вот они эти выделены но пока в них еще ничего не растет но в этой этой весной мы планируем конечно озеленить нашу палубу вот такие вот коротенькие зарисовки про нашу жизнь друзья подписывайтесь на наши каналы смотрите за нами в соцсетях ну и конечно заказывайте очуевскую с распахом супер вкус вкус детства который действительно на сегодня день на сегодняшний день уникальный друзья телефоны на нашей странице звоните всегда будем рады доставить вам доставить вам этот вкус детства прямо домой хорошего дня хорошего настроения пока